Девушки отдыхают Когда мы вместе сидим, я им говорю, это хорошее время. Иногда мы ропщим, вот, того не хватает, сего не хватает, то свободного времени не хватает, то денег не хватает. Давайте запомним, что это хорошее время, это благословенное время. Потому что мы знаем, что на земле сейчас проходят такие ситуации, где действительно у людей жизнь плохая. Поэтому у нас есть за что благодарить Бога. Я хочу прочитать одно место, это записано в Деяния, 13 глава. Здесь записано так, 22 стих. «Атриновый его поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельство, нашел я мужа по сердцу моему, Давида сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Это Бог сказал о Давиде, муж по сердцу Господа. Я думаю, что понятие, что такое муж по сердцу, наверное, все понимают. Это человек, который действительно, вот, знаете, вот, допустим, мы можем сказать о каком-то друге, о своем, что это человек по моему сердцу, мне с ним интересно время проводить, мне с ним есть о чем говорить, у нас много общих интересов, да, мы так можем о друге своем сказать. Это Бог говорит о Давиде, муж по сердцу моему, который исполнит все желания мои. И мне иногда становится неприятно, когда бывает, слышишь разговоры, бывает иногда и проповедники выходят за кафедру, говорят о Давиде и сосредотачиваются на, можно сказать, той одной жизненной ситуации в жизни Давида с Версавией, где Давид действительно сделал неправильные вещи. И слушаешь этого человека, и такое ощущение создается, знаете, что просто Давид какой-то грешник, и вообще просто, как о нем Бог вообще мог сказать, что это муж по сердцу его. Вот, ну, создается такое впечатление, потому что практически весь разговор идет о том, вот, как Давид это сделал, и как он такое мог допустить, и все остальное. Да, Бог нелицеприятный, у него нет любимчиков. Да, Давид упал, да, Давид согрешил, но он за это свой грех потерял, по-моему, трех или четырех сыновей в итоге. Потерял. Да, этот муж Версавии, Урия, он тоже был чей-то сын, и родители потеряли своего сына. Но Давид потерял, мне здесь подсказывают, четырех сыновей. И много чего перенес плохого в своей жизни, потому что у Бога нет лицеприятия. У него одинаковые законы для всех людей, абсолютно для всех. Но давайте мы с вами прочитаем, я не буду ваше время долго затягивать сегодня, давайте мы с вами прочитаем быстренько, короткий, 62-й псалом, а потом немножко порассуждаем над этим. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссовшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят тебя. Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляю тебя уста мои. Когда я вспоминаю тебя на постели моей, размышляю тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилипилась душа моя, десница твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силой меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, то есть Богом, ибо заградятся уста говорящих неправду. Мне вспомнился один псалом, который, по-моему, брат Василий абсолютно недавно зачитывал. Я здесь тоже один стих прочитаю, это 102-й псалом. Что мы можем с этого псалма, который мы с вами, короткий псалом, 62-й псалом, что мы можем с вами из этого взять для себя? Интересно то, что, я сделаю такое небольшое отступление, когда Давид еще был, есть такое выражение, никто. Знаете, есть люди, говорят о ком-то, да он никто. То есть, его никто не знает, он ничем не известен, он небогатый, как говорят, никто, просто, обыкновенный человек. И вот этот Давид, который в то время, когда он был еще просто обыкновенным пастухом, вот, то, когда была такая ситуация с Голиафом, да, здесь Давид так говорит, это 1-я царств, 17-я глава. И взглянул филистимлянин, 42-й стих, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воин израильских, который ты поносил. Обратите внимание дальше на следующий стих. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою». Это говорил Давид, который был еще, как я уже сказал, никем. Ни царь, просто вот пришел посмотреть на сражение. Его даже старший брат ругал. Говорит, я знаю, говорит, твое, он еще о нем высказался такое слово нехорошее, говорит, или лукавое сердце, или что-то такое, да, или испорченное сердце. Говорит, ты пришел посмотреть на сражение. А теперь прочитаем еще пару стихов, когда Давид уже был царем и пошел на войну с филистимлянами. И это записано, 2 царств, 5 глава, здесь записано так, 17 стиха. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царца, то собрались и в филистимляне. 19 стих. «И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, проси, филистимлян, предаш ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». «И пошел Давид в Алпироцим, и поразил их там, и сказал Давид, давайте читаем дальше внимательно, «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода». То есть, неважно, Давид был абсолютно неизвестным человеком одно время, и он говорит, «Господь предаст себя в руку мою». Когда Давид уже царь на высоте, всеми уважаемый, всеми почитаемый, это был народный герой, это был любимчик народа. После победы над Галиафом Давида знали все. Ему пели в хороводах, женщины пели в хороводах. Можно было, знаете, как говорят, уже после этого по воздуху ходить, есть такое выражение. То есть, все, он уже царь. Но Давид не теряет смирения. И он говорит, «Господь разнес врагов моих рукой моей». Насколько нужно нам, вот в нашем служении Богу, не забывать воздавать славу Богу. Кто-то вышел, спел, кто-то вышел, проповедь сказал, кто-то в детских классах занимается. Не забывать воздавать славу Богу. Не забывать иметь вот это вот смирение. Не взлетать, как мы иногда говорим, человек взлетел уже, все, он уже идет, его даже в церкви не поймаешь. Можно с тобой поговорить, он вечно весь в делах, он уже побежал куда-то, такой занятый, недоступный. Уже взлетел человек, да? Потому что гордость человека посетила. А Давид был другим человеком. Вот потому Бог и сказал, «Муж по сердцу моему, да, сделал один грех в своей жизни, да, поплатился за это сильно, но во всем остальном, это был человек, с которого после прошествия тысячелетий нужно и можно брать пример». Давайте мы... Кстати, вот выражение, «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода», вы знаете, я никогда этого не понимал, пока не увидел видео с цунами. Вот в Японии в 2011 году цунами было, да? Заходит цунами. Вы, наверное, все это видели. Вот просто все разлетается. Понимаете, все разлетается по сторонам. Дома, машины, лодки, просто все разлетается по сторонам. Вот настолько Бог давал Давиду Бласовене, как разносит вода. Давайте мы с вами вернемся к 62-му псалму. Нет, я все-таки один стих прочитаю из того псалма, который брат Василий не так давно зачитывал. А потом мы вернемся к 62-му псалму, я уже буду торопиться, просто чтобы я не забыл этот стих, да? Самый первый стих, 102-й псалом. Благослови душа моя Господа. Псалом Давида. И вы знаете, дальше написан пол стиха, над которым, я думаю, нам, в первую очередь, мне и, возможно, кому-то из нас. Нужно долго и долго рассуждать. Благослови душа моя Господа. И дальше что? И вся внутренность моя. Святое имя Его. Когда был последний раз, когда каждый из нас стал пред Богом на колени, независимо от нашей ситуации, финансовой, независимо от того, какое у нас здоровье, когда последний раз Бога превозносила наша внутренность. Не язык просто, а внутренность. Я думаю, все прекрасно понимают, что такое внутренность. Благодарить Бога. Это когда ты не просто языком, выдавливаешь слова благодарения Богу. А действительно, ты весь, как будто в Господнем присутствии. И вся внутренность моя, святое имя Его. Это был очень интересный человек, Давид. Давайте вернемся к 62-му салму. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой и сохшей и безводной. Насколько мы знаем, у Давида тогда финансовое положение было очень плохое. В то время. Настолько плохое, что кушать нечего было. В то время у него. И человек, здесь мы дальше с вами еще прочитаем, мне надо уже торопиться, говорит, Боже, тебя от ранней зари ищу я. Ни денег, ни покушать, ни здоровья ищу. Говорит, тебя от ранней зари ищу я. Чтобы видеть силу твою и славу твою. Вы знаете, если бы сегодня наши молитвы были в основном к тому, что, Господи, я хочу видеть руку твою в своей жизни. Кстати, сегодня молодежь в основном себя на прейер-кэмп, как они говорят. Но если кто-то меня здесь слышит, здесь есть немножко молодежи. Вы знаете, меня мама научила молиться, когда я был такого возраста, как вы. Просто молиться, говорить, Господи, я хочу увидеть твою руку реальную в моей жизни. Вот просто вот так молитесь. И вы увидите руку Божью в своей жизни. Бог будет вам показывать свои дела. Бог будет показывать, что Он живой Бог, который в вашей жизни действительно делает реальные вещи. Здесь Давид говорит, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Четвертый стих. Я думаю, кто-то из братьев вообще может сказать, проповедь на эту тему, на четвертый стих. Сегодня у нас нету много времени на нем останавливаться. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Что это обозначает вообще? Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Я думаю, что возможно здесь есть люди, которые на какого-то периода жизни, может быть, из-за греха, из-за чего-то другого, теряли общение с Богом. И когда по Господнюю милости они опять его приобретали, этот мир с Богом, то я вам точно могу сказать, что милость Господня лучше, нежели жизнь. Без Бога жизнь, она не нужна. Она бесполезная, бессмысленная, она просто не нужна. Без Бога жизнь. И Давид говорит, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Так бласолю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои. Как туком и елеем Давайте внимательно дальше прочитаем этот стих. Как туком и елеем насыщается душа моя и радостным глазом восхваляет тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи. Я вам скажу честно, нет у меня такого, чтобы я размышлял о Боге в ночные стражи, ну может быть иногда изредка. Давид здесь говорит, когда я размышляю о тебе, говорит, моя душа наполняется елеем, благодатью. Когда говорит, вот так человек лег на кровати, как мы иногда лежим, руки за голову, да, кто-то думает о том, например, как завтрашний день построить, если у него свой бизнес, да, куда поехать в первую очередь, кто-то думает о том, как с каких-то должников деньги собрать, которые ему должны, кто-то еще о чем-то думает, а Давид говорит, когда я размышляю о тебе в ночные стражи. Какой человек? Действительно, человек по сердцу Божию. Ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. к тебе прилепилась душа моя. Я уже буквально 2-3 субботы назад говорил об этом, что когда Давид говорил Богу слова, он не обманывал. Бог знал, что он говорит правду. И вот здесь он говорит правду, Богу говорит, к тебе прилепилась душа моя. если сегодня кто-то из нас хочет быть человеком по сердцу Божию, у нас такая возможность есть. Не только у одного Давида была возможность быть человеком по сердцу Божию, у нас есть такая возможность быть человеком по сердцу Божию, неважно, мужской пол, женский пол, не имеет значения. Все, что нужно сделать, это прилепиться к Богу, действительно возлюбить Его, действительно думать о том, какой у нас великий Бог и сколько Он много для нас сделал. Я вам просто гарантирую, если это вы сделаете искренно, Бог во всем благосовет. Когда-то Бог пришел к Соломону и сказал, проси у тебя что хочешь. И он выбрал мудрость. И дальше Бог говорит, за то, что ты просил мудрость, я тебе дам. Говорит, и то, что ты у меня не просил, я дам тебе. Бог, Он одинаковый для всех. Написано, ищите прежде Царство Божье, и остальное все приложится вам. Как только мы начнем рассуждать действительно, искренне возлюбим Бога, искренне прилепимся к Нему. Наше финансовое состояние вверх пойдет, я вам просто гарантирую. Вы даже не заметите, как ваше финансовое состояние станет лучше. Естественно, Бог, кто нас знает в наше сердце. Если мы, Господь, я сегодня уже три главы прочитал, и как там насчет моего финансового состояния? Нет, конечно. Бог, кто видит в наше сердце. И если Давид здесь говорит, к тебе прилепилась душа моя, и он сказал истинную правду. Пусть Господь нам действительно поможет такими быть. И десница Твоя поддерживает меня, а те, которые ищут погибели души моей, сойдут в преисподнюю земли. У меня в жизни были несколько случаев, мне некогда о них рассказывать. Двух слова скажу. Некоторые люди, которые думают так, я не то, что какой-то великий, абсолютно нет, но, наверное, они как-то переступили какую-то красную линию в Божьих глазах в отношении меня. Возможно, кто-то с вас сможет тоже вспомнить такие истории в вашей жизни, когда кто-то что-то делал против вас, и этих людей уже нет. Просто их нет уже на земле. Потому что Бог вступается. Здесь Давид говорит, а те, которые ищут погибели моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силу и меча, достаются они добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвалит будет всякий, клянущийся им, ибо загородятся уста говорящих неправду. Вы знаете, о Давиде можно говорить еще очень долго, но у нас сегодня нет времени. О Давиде можно вспоминать то, что человек, это был, знаете, вот чем Давид и Иаков похожи. Иаков, который Авраам, Исаак, Иаков, да? Так вот, Иаков, чем они были между собой похожи? Эти были люди, которые Иаков действительно реально ухватился за одежду ангела, это очень большой вопрос, как там это все выглядело, но он ухватился, говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Давид был вот точно такой натуры. Если он приходил к Богу, он говорил, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. это был человек, который, не важно, что у него в жизни происходило, он все равно хотел, в первую очередь, найти мир с Богом. Даже после своего согрешения, помните, когда он всю ночь лежал на земле, не ел, не пил, всю ночь на земле лежал, прошли услуги его поднять, он сказал, нет, я буду лежать здесь. Говорит, кто знает, может быть, Господь помилует меня. Сегодня, как я уже сказал, у каждого из нас есть возможность быть человеком по сердцу Господню. Я читаю последний стих, и мы с вами будем молиться. Как я уже сказал, в первую очередь, и мы прочитали с вами этот стих, Давид говорит, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Сегодня для нас очень важно, действительно возлюбить Бога, действительно очень важно прилепиться к Богу, искренне своим сердцем. Действительно очень важно поставить Царство Небесное на первом месте своей жизни. Но если в нашей жизни случился какой-то грех, случилось какое-то падение, я хочу прочитать один стих, и мы с вами будем молиться, это Исаия, 55 глава, 7 стих. «Да оставить нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостей». Я думаю, что если бы была такая возможность, наверное, половину из вас вышли бы сюда и засвидетельствовали бы о том, что Бог много милостил. Кто-то может сказать на это «Аминь»? Что Бог много милостил. Слава нашему Господу! Сегодня у нас есть возможность к Нему приближаться, у нас есть возможность искать Его лица, у нас есть возможность лежа на кровати не думать о чем-то, а научаясь у Давида, как он говорит, «Размышляю о тебе» в ночные сражи. Пусть Господь поможет нам использовать время для того, чтобы прилипаться к Господу. Давайте помолимся.